ТОМСК Здравствуйте! Томск. Дело врачей клиники Санте приобретает уже какой-то изуверский характер. Посмотрите на эти вот кадры. Здесь директора клиники Санте Екатерину Фельдзингер выносит на носилках из следственного комитета. Она пришла туда на следственные действия своими ногами к следователю Татьяне Беловой, Татьяне Максимовне Беловой. Екатерине Фельдзингер стало плохо во время следственных действий. Но следователь по особо важным делам следственного комитета Томской области Татьяна Максимовна Белова со слов адвоката Екатерины Фельдзингер скорую не пропускала. Скорую вызвали, но она ее не пропускала до тех пор, пока уже Фельдзингер не упала без сознания, не потеряла сознание. И вот вы видите, что заходят скорые, ее даже не пускают сначала. Говорят, подождите. Здравствуйте. Скорее всего, хотят получить разрешение у следователя. А может быть, у самого Щукина, начальника, руководителя Следственного комитета по Томской области. В конце концов, их пропускают. И вот мы видим, что Екатерину Фельдзингер выносят на носилках. У Екатерины Фельдзингер уже были госпитализации недавно. И вдобавок, следователь Белова отказывала ей в посещении врача, что и привело к потере сознания в Следственном комитете. По нашему мнению, по мнению юристов, тут явно 286-я, это превышение должностных полномочий. И плюс еще часть 4-я, это с применением пыток. Просто, когда вы человеку не предоставляете медицинскую помощь, не даете доступ к медицинской помощи, не пускаете скорую помощь, это уже похоже на пытки. И я обращаюсь к руководителю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Вы знаете, мне кажется, что некоторые ваши сотрудники, вот допустим Татьяна Белова, решила взять на себя функцию Бога. Кому жить, а кому жить и не обязательно. Я понимаю, что у них сейчас сроки подходят к концу, надо уголовное дело закрывать. И нужно любой ценой, абсолютно оказывается любой ценой, прям вообще ни перед чем не остановится, получить нужные показания. Нужные, потому что уже дело в суд нужно отправлять. А доказательная база хромает. Мне интересно, откуда такое бесстрашие, такая самоуверенность у Татьяны Беловой. Кто это бесстрашие ей дает, кто внушает эту уверенность. Не щукинули руководителя Следственного комитета по Томской области, что прям такая заинтересованность в этом уголовном деле, что готовы пойти на все. Мы говорили, что опосредованно это дело уголовное связано с Татьяной Соломатиной. Это депутат Государственной Думы, которая в ближайшее время обещала дать комментарий по всем вопросам, которые интересуют журналистов. Мне хочется задать вопрос. Скажите, можно ли давать власть такому человеку, я сейчас про следователя Татьяну Белову говорю, которая ради карьеры, а тут скорее всего о карьере идет речь, потому что если она такое дело закроет, врачей клиники Санте, наверняка у нее звездочка, а может даже больше прибавится на погонах. Когда речь идет о карьере, жизнь человека, она ничего не значит. Можно ли их вообще подпускать к работе с людьми, когда жизнь человека для них ничего не значит? Главное, чтобы получить показания. Они допрашивают ни террориста, ни государственного преступника. Я обращаюсь к зрителям, коллегам своим, чтобы вы распространили это видео, потому что если власть вышестоящая не будет реагировать на вот такие проявления, ну, садизма тут, как можно назвать, пыток, как тут такое можно назвать, да, когда человек приходит своими ногами, а увозит его, выносит его на носилках. Как это можно назвать? Придумайте сами слово, если это не пытки. Если не будут вышестоящие руководители этого следователя, Татьяны Максимовны Беловой, реагировать, ну, тогда рано или поздно из Следственного комитета Томской области вынесут труп. И следователю ничего за это не будет. Такие вещи, вот такие вещи, однозначно должны наказываться. Или куда мы тогда двигаемся, куда мы тогда идем, куда мы придем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok